Приветствую вас, да, обратились вы, конечно, по адресу, обратились вы правильно к нам, помочь в решении вашей проблемы, мы, психологи, вот, но, тем не менее, в том, что для того, чтобы вам помочь реально, для того, чтобы вам помочь по факту, необходимо понять, в чем именно ваша проблема. То есть, что именно случилось, что вы, значит, стали испытывать негатив. Вот. И нужно, чтобы вы нам подробно рассказали, что случилось с вами. Почему, ага, ага, почему вы стали впадать в депрессию, почему вы начали испытывать негатив и так далее. С чем связано изменение вашего эмоционального состояния? Соня, чтобы вы подробно рассказали нам, какие обстоятельства, условия, события повлияли на вас так, что вы стали впадать в депрессию. Ага, значит, исправить это можно разными способами и разными приемами. Существует целая психологическая наука для того, чтобы помогать людям, как вы, решать свои проблемы. Ну, вот, исходя, например, из того, что вы напишите людей, с которыми я общаюсь, напрягают то, что я стал негативный и легко могу впадать в депрессию, поэтому я теряю друзей. То есть, смотрите, получается так, что люди, с которыми вы общаетесь, они принимали вас до тех пор, пока вы были позитивными, пока вы были веселыми. Ну, или, условно говоря, лучше сказать до тех пор, пока они принимали вас, пока у вас все было хорошо. Пока вам, то есть, пока им было с вами хорошо. Как только вам понадобилось, например, допустим, что-то от них, как только вы начали испытывать батарея в том, чтобы что-то получить от этих людей, как только вам понадобилась помощь, они тут же стали от вас, судя по всему, отдаляться, они тут же стали от вас отстраняться, и вы почувствовали их отчужденность. Так давайте же с вами попробуем спросить себя, а где ли это вообще люди тогда, если они вас не воспринимают такой, какая вы есть, если они не принимают вас такой, какая вы есть, если они требуют от вас, чтобы вы были той, с кем они хотят вас видеть, но не той, с кем вы являетесь, не идет ли речи здесь о том, что вы несколько неправильно выбираете людей, ну, несколько неправильно выбираете, скажем, друзей, даже я бы вот так выразился, друзей, не идет ли речь здесь об этом. На мой взгляд, это очень актуальная для вас тема, потому что люди, которых напрягают, напрягает то, что другой человек ведет себя не так, как ему хочется, ну, это всегда некоторая проблема. И проблема эта, в первую очередь, не ваша. Проблема эта, как неправильно, в первую очередь именно тех, кто не принимает вас такой, какая вы и есть. И для того, чтобы решить именно эту проблему, именно данную проблему, нужно, чтобы вы пересмотрели, ну, способ налаживания связей, критерии, по которым вы вообще в эти связи вступаете с людьми, я имею в виду. Пересмотрели бы вы, лучше было бы, если бы вы пересмотрели и то, чего вы вообще хотите от людей, что вам нужно от них. Это, знаете ли, тоже момент очень важный в данной ситуации, в данном случае. Там, потому что у меня складывается такое ощущение, что общего между вами и людьми, ну, не так уж именно. А если общего немного, то нет ничего удивительного в том, что вы описываете. Далее. Почему есть угроза потерять любимого человека? Тоже не очень понятно. Что любимый человек вас также не принимает такой, какая вы есть. Если да, то почему? Что мешает ему это сделать? Если же нет, если он принимает вас все-таки такой, какая вы есть, то в чем угроза того, что вы его потеряете? И, собственно, вопрос, который я еще хотел вам задать, заключается вот в чем. А почему вы боитесь человека потерять? Почему вы боитесь потерять, например, двоих друзей? Ведь, казалось бы, ну, если люди уходят, значит, такое их желание разве нет? Но вы боитесь их потерять. Вы не хотите их потерять. Значит, вы за них дерзитесь, значит, они вам что-то дают, а значит, вы от них зависимы. Давайте мы с вами попробуем подумать, от чего и почему вы зависимы от этих людей. С чем связана ваша зависимость? Какова природа этой зависимости? Подумайте над тем, чтобы стать более независимой от этих людей. Подумайте над тем, чтобы получать самостоятельно то, чем они вас пока удерживают рядом с собой. И подумайте над тем, чтобы получать самостоятельно то, что вы пока не можете получить. Дабы не быть чересчур зависимы от них, и в том числе, и от своего молодого человека. Это условия обязательные. Ко всему прочему, к тому, что уже мы сказали. То есть мы уже говорили и про то, что разбираться с негативными обстоятельствами того, что вы переживаете, нужно разбираться с тем, почему вы стали негативно относиться к окружающим, почему вы сами начали впадать в депрессию и так далее. Кстати говоря, пара слов про саму депрессию хочется сказать немного отдельно. Дело в том, что депрессия сама по себе, это вообще-то говоря заболевание. Заболевание психическое. И вы знаете, депрессию стали очень часто использовать в обиходе. То есть если человек грустит, у него депрессия, если человек там ничего не желает делать, у него депрессия. Если человек видит во всем негатив, у него тоже депрессия, на самом деле это не так. Я очень надеюсь, что вы разделите со мной мою точку зрения. Депрессия суть заболевания. Депрессия суть психическое заболевание. И нужно понимать, что психическое заболевание диагностируется лишь только врачом. И при депрессии, именно при депрессии назначается лечение. Медикаментное в том числе, которое поможет вам от депрессии избавиться. И пока этого диагноза нет, давайте мы все же не будем думать о том, что у вас именно депрессия. Депрессивное состояние может быть. Страх чего-то тоже может быть, но не депрессия. Надеюсь, это я смог до вас донести. Ну ага, что касается негатива, причины негатива, Затем нужно распираться и вам помогать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.